приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции из названия к этому видео вы наверно уже догадались о чем сегодня пойдет речь но я думаю это видео будет актуально для тех кто только пришел на фондовый рынок еще не знает некоторых таких терминов касательно фондового рынка потому что держателям акции нужно следить не только за котировками но и выявляет заявление компании об обратном выкупе акций поскольку это может существенно повлиять на их котировки в россии в казахстане такие финансовые операции пока редкость а на самом деле у нас делается больше упор на выплату дивидендов а но зачем они проводятся и каким последствиям могут привести сейчас попробуем с вами разобраться но для начала разберем что же такое buyback buyback это обратный выкуп ценных бумаг компании имитентов у их нынешних владельцев то есть обратный выкуп акции давно и часто практикуется на мировом фондовом рынке объявив buyback акционерная компания выкупает у инвесторов определенную долю ценных бумаг фактически забирая из обращения определенную часть своих акций то есть компания может выкупать на открытом рынке можно сказать а свои же бумаги но для чего же компания может это делать то есть разберем сейчас с причиной обратного выкупа акций то есть их в принципе несколько но самые основные можно сказать выделим с вами в подавляющем большинстве случаев обратный выкуп объявляется при появлении у компании большого объема свободных денег которые не применяются для запуска новых проектов и развития в данном случае руководители финансовой организации могут поделиться этими средствами с инвесторами путем обратной скупки акций обязательным последующим их погашением ликвидности на счетах у компании довольно таки много девать ее некуда развивать сейчас пока направление нету которое нужно соответственно чтобы деньги просто не лежали так сказать в кэше так как очень много они выкупают свои акции таким образом двигают стоимость котировок еще одна причина может быть это устранение угрозы для бизнеса в виде враждебного поглощения более крупной компании часто эта операция является вынужденной мерой ведь в условиях жесткой конкуренции отсутствие развития воспринимается как начало стагнации догнаться это вообще очень плохое слово для каждого инвестора это своего рода грубо говоря компания вообще не развивается соответственно и и котировки по вот где-то примерно в каком-то боковике это заставляет инвесторов избавляться от ненадежных акций которые в результате начинают быстро падать цене такое развитие событие представляет непосредственную угрозу для самой компании ее крупнейших акционеров важно понимать что когда вы покупаете акции вы покупаете не просто какие-то название какой-то бумажки и так далее да вы покупаете долю в реальном бизнесе то есть вы являетесь владельцем этого бизнеса а ведь чем ниже стоимость ценной бумаги тем легче и будет перекупить это создает риски смены собственника или даже полного поглощения компании более крупных корпораций чтобы этого не произошло руководство компании срочно скупает свои же акции у мелких акционеров этот шаг позволит увеличить акционные пакеты крупнейших инвесторов и усилить их влияние в компании далее это тоже стремление компании к поддержке рыночных котировок и повышению стоимости ценных бумаг объем объявленные байбэк могут существенно повысить спрос на ценные бумаги что приведет заметному росту их стоимости а за одной рейтинга фирмы то есть принципе когда изымается из обращения определенное количество акций их становится меньше соответственно их котировки начинают расти это положительно сказывается и для нас как для инвесторов потому что цены на акции начинают расти так как просто все равно большой а предложение уже меньше к тому же по мнению руководства стоимость бумаг может быть занижена и и следует подвинуть к реальным значениям ну грубо говоря опираясь на какие-то фундаментальные показатели ведь компания приходит к выводу что стоимость их бумаг заниженной соответственно они делают байбэк чтобы получить определенную прибыль в будущем еще один интересный вот так сказать факт это стимулирование собственного менеджмента кто из вас не любит получать грубо говоря подарки премии так далее то есть многие компании выкупая акции с рынка могут эти акции грубо говоря дарить виде там премии грубо говоря за хорошую работу своим сотрудникам это разумеется побуждает сотрудников еще более так сказать плодотровно плодотворно и активно работать это вот есть такое так сказать тоже байбэк для этого тоже могут сделать выкупы могут применяться для лоббирования и проталкивания руководством определенных решений также по законодательству большинства стран акционерной компании время от времени должны давать возможность своим инвесторам продать свои акции некоторых случаях выкуп может быть принудительным например при концентрации более 95 процентов под них руках главное что вам нужно понимать как инвестору что в большинстве случаев обратный выкуп стимулирует повышение спроса на акции а значит и рост их цены что позитивно влияет на рейтинг компании и и дальнейшее развитие но как может проходить процедура обратного выкупа акции здесь может быть три разных способа наиболее популярный способ это самый простой то есть грубо говоря и открытый это когда акционерная компания должна заблаговременно объявить о намерении проведения программы buyback и отдать и начало ее проведения на бирже эмитентом выносится заявка на покупку ценных бумаг их скупка может происходить на всех финансовых биржах где они продаются либо на одной из них зависимости от желания имитента а также важно понимать что заранее указывать заявки объем и стоимость выкупаемых акций имитент не обязан продолжительность проведения процедуры выкупа на открытом рынке может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет обратный выкуп на открытом рынке самая простая форма байбека именно ее чаще всего выбирают акционер и общество на фондовых рынках европы и америки последнее время стали использовать этот способ даже российские имитенты есть еще один способ это тендерный выкуп акции по фиксированной цене то есть акционерное общество может выкупать свои ценные бумаги непосредственно у акционеров объявив о проведении тендера на выкуп акций по заранее определенной фиксированной цене такой выкуп отличается от предыдущего тем что происходит изъятие из оборота значительного объема акций за более короткий срок предложение имитента о покупке действует в течение нескольких недель стоимость ценной бумаги фиксированная и зачастую выше ее текущей рыночной стоимости а владельцы акций которые намерены их продать подают заявку если общий объем заявок превысит предполагаемо изначальные то есть имитенту придется выкупать больше акций чем планировалось ну и третье можно сказать это тендерный выкуп по типу голландского аукциона самый непредсказуемый из выкупов когда цена заранее неизвестно при выкупе ценных бумаг по схеме голландского акциона аукциона имитент должен указать минимальную и максимальную цены который он готов выложить за скупаемые акции затем продавцы ценных бумаг подают свои заявки указывая приемлемые для них цены в указанном диапазоне затем все поданные на продажу заявки сортируются по возрастанию цены и выкупаются последствия по наименьшей из них которые гарантируют выкуп всего предложения то есть ну грубо говоря чаще всего используют именно открытый рынок то есть закрытого рынка чаще всего выкупают какие последствия для акционеров может нести байбэк компании то есть подавляющем большинстве то есть он выгоден для акционеров компании по следующим причинам бумаги выкупаются по цене превышающую рыночную стоимость это означает что акционер имеет возможность продать их по более высокой цене либо оставите себя уже по повышенной котировки этой компании если после проведения обратного выкупа выкупленные ценные бумаги аннулируются то их в обращении станет меньше а доход на каждую выше что опять же выгодно для акционеров теперь подведем такой небольшой итог что происходит с котировками после проведения байбэка согласно статистике обратный выкуп влияет на котировки в основном позитивно для этого есть несколько причин после проведения выкупа заметно увеличивается спрос на ценные бумаги что приводит повышению цены часто выкупленные акции передаются сотрудникам компании желание получить наибольшую прибыль заставляет их работать более эффективно погашение выкупленных акций приводит сокращению общего числа ценных бумаг в обращении оставшиеся пропорционально возрастают цене соответственно возрастает прибыль и дивиденд на одну акцию однако иногда происходит так что проводимая скупка несет для владельцев ценных бумаг негативные последствия есть риск с того что здесь и сейчас акционеры получат повышенные дивиденды и повышение стоимости ценных бумаг но развитие компании будет стоять на месте рейтинг компании падать а также бывает что подобные финансовые операции проводятся с целью повышения возрождения топ менеджеров компании это делается за счет интереса всех остальных инвесторов таким образом можно сделать вывод о том что в большинстве случаев байбэк влияет на размер доходов положительно повышая котировки акций однако потенциальным инвесторам только начинающим свою деятельность на рынке ценных бумаг всегда надо быть готовыми к тому что он может принести не только прибыли но и потери ну и яркий пример именно выкупа акций собственных это компания apple это один из драйверов роста этой бумаги то есть в 2021 году apple выкупил с рынка собственные акции на 85 и 5 миллиардов долларов тогда как на дивиденды было направлено всего 14 с половиной миллиардов а то есть сейчас компании это крупнейший из инсэн пи 500 покупатель собственных акций этим квартале 2021 года apple выкупила бумаг на 20 и 4 миллиарда долларов второй результат у мета платформ с или бы бывший facebook он выкупил на 15 миллиардов а apple начала выплачивать квартальные дивиденды выкупать свои акции марте 2012 года того момента и до лета 2021 года она потратила более чем 467 миллиардов долларов на выкуп согласно snp global market также она достигла 1 триллиона долларов 2018 году и и акции подорожали на двести пятьдесят два процента капитализация увеличилась примерно на 200 процентов и так раз таки прямой результат программы buyback которая сократила количество акций в обращении вот так вот еще оказывается можно зарабатывать если вы вдруг не знали что именно на buyback ах то есть если компания делает buyback и принципе многие технологические компании крупные делают buyback и направляют именно лишнюю ликвидность на выкуп собственных акций это разумеется практически всегда есть моменты когда это идет негативно но тем не менее в большинстве случаев это повышает котировки соответственно это более акции роста которые вы зарабатываете именно на росте цены если видео было вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на и пишите комментарии желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий ну